Выступает отец Владимир Мальченко, настоятель храма Святой Троицы в Торонто, по теме «Роль и влияние православной церкви в развитии русской общины за рубежом». Ваше Превосходительство, дорогие соотечественники, моя тема – роль русской православной церкви за границей в жизни русских людей за рубежом. Если говорить о роли и значении русской православной церкви для русских людей, оказавшейся за границей своей Родины, необходимо говорить о прошлом и настоящем времени. И тогда можно понять и ценить важную функцию церкви в судьбе русских людей. Одно то обстоятельство, что русский человек оказался за пределами своей Родины, уже говорит о какой-то трагедии, заставившей человека покинуть свой дом, родных, знакомых и страну для поиска стабильной нормальной жизни. Еще до великих потрясений XX века, в конце XIX столетия, русская православная церковь имела свои духовные миссии в Японии, в Америке, в странах Европы, Израиле, Канаде и Китае. И, следовательно, открывая приходы в эти страны, чтобы духовно окормлять русских людей или заниматься миссионерством там, где не было вообще христианской проповеди. В конце XIX века большое количество русских людей из западных областей Украины уехало в Америку, Канаду и в другие страны по причине экономической трудности в их стране. Они заселили горные штаты Америки, местность, которая так напоминала им родные Карпатские горы. Начали строить храмы, монастыри, преподские школы, церковные центры в Калифорнии, на восточном берегу океана, чтобы дать возможности этим людям исповедовать свою православную веру и сохранить свои духовные ценности и культуру. 20 век в истории России – время великих потрясений, войн, трагедий, страданий и переселений русского человека. Огромное количество русских людей из царской России и православного духовенства были вынуждены покинуть свою родину через Крым. И увезли с собой православные святыни, чудотворные иконы, а самое главное – преданную верность своей родине, своей церкви, своему народу. Они жили одной идеей – вернуться на родину. И во время каждого новогоднего тоста произносили пожелание в этом году вернуться на родину. Таких людей с таким горячим стремлением вернуться на родину я не встречал. Нищая православная Сербия приняла этих людей и дала им полную свободу основать свой собственный церковный русский стенод на территории Сербии, открывать кадетские корпуса, которые давали прекрасное военное патриотическое образование. Сербия для всех стала второй родиной. Единство церкви и русских православных лидеров, авторитет церкви и ее духовных институтов наполняли русскую жизнь за границей глубоким смыслом. Время Второй мировой войны было явлением катастрофическим в истории России и ее народов. В Германии и Австрии оказалось огромное количество русских военнопленных и русских людей, варварских, вырванных из своей семьи и страны, и оказавшихся в чужих странах никому не нужными. Большая часть этих людей пожелала остаться на чужбине. В отличие от первой волны русских беженцев в Сербии, послевоенные беженцы были лишены церковного воспитания, но были порядочными, трудолюбивыми людьми. И здесь православная церковь Германии и Австрии живо и действенно протянула этим пострадавшим от ужасов войны свою крепкую руку помощи. В каждом городе, где были лагеря беженцев в Германии и Австрии, церковь организовала барачные храмы, проводила богослужения. Были организованы школы, кружки, молодежные встречи, церковные беседы, театры для русских беженцев. В Германии отец Виталий Устина, будущий митрополист зарубежной церкви, организовал церковный лагерь Фишбек, где молодые русские люди получали церковное и общее образование. Научены были читать и петь по-славянски. И то братское, церковное, патриотическое воспитание и дружбу, полученное в этих церковных школах и лагерях после войны, вдохнуло в эти молодые души надежду, веру и уверенность в будущее. Многие из этих молодых людей лагеря Фишбек переехали в Канаду, в Америку и в другие страны. Уже в новом мире становились патриотическими лидерами, старостами, активными прихожанами, церковными деятелями, строителями церквей, организаторами приходов и православными священниками. При нашем Свято-Троицком храме в Торонто уважаемая псаломчица Ольга Федоровна Печникова как раз принадлежала этому поколению молодых людей лагеря Фишбек и была научена церковному чтению и пению именно в этом лагере. Покойный староста храма Смоленской иконы Божьей Матери в Березках по Торонто Василий Владимирович Южинчук также был выпускником православной школы лагеря Фишбек. В формировании чувства долга, церковного воспитания и патриотизма все это происходило стараниями русской православной церкви за границей в послевоенное время в Европе. Зарубежная церковь стала не на защиту юных и беспомощных русских людей от насильственной репортериации после войны и особенно в этой защите отличался отец Виталий, будучи митрополит Виталий Устинов. Сколько было таких примеров чудесной помощи церкви в эти трудные послевоенные времена. В августе 1945 года священник Александр Киселев получил в Мюнхене от городских властей полуразрушенный дом, будущий дом милосердного саморянина, в котором он поставил перед собой задачу помочь русским детям. В октябре 1945 года отец Александр Киселев открыл русскую гимназию, состоявшую из двух классов. Со временем там организовались гимназии, детский сад, амбулатория, иконописная мастерская, отдел социальной помощи, отдел работы с молодежью, издательство, духовные книги учебников и книжный магазин. Учились там в 1945 году 250 детей, и во время перерыва все получали горячий обед. На фотографии того времени можно прочитать большую надпись «Помилуй Бог, мы русские». В походном храме летнего лагеря того времени всегда поднимался русский флаг, и все приветствовали «за веру, за Родину». Всегда церковь старалась привить русским людям веру в Бога и любовь к Родине. Отец Александр Киселев скончался в Донском монастыре в Москве 2 октября 2001 года, на 92-м году своей жизни. Он был один из немногих, кто вернулся на Родину. Интересно, что патриарх Алексей II прислуживал, будучи мальчиком в Эстонии, отцу Александру Киселеву. Многие знают, что при Московском государственном университете есть студенческий храм в честь святой мученицы Татьяны. Но не каждый знает, что иконостас этого храма мученицы Татьяны долгое время находился в Домовой эмигрантской церкви в Нью-Йорке в честь преподобного Серафима Саровского и был переден пожелания отца Александра Киселева в храм святой мученицы Татьяны при Московском университете. Этот иконостас был создан в 1945 году в Мюнхене, и мы надеемся, что эта святыня русского изрубежья послужит проповеди православия в Московском университете. Такие же лагеря для перемещенных лиц были организованы и в Австрии. Одними из самых больших русских лагерей был лагерь Паш в Зальцбурге, где опять же, благодаря православной церкви, были организованы церковь, гимназии, школа, театр и различные молодежные кружки, которые способствовали приходу, познанию своей православной веры, лишенной церкви в Советском Союзе молодежи. Таким образом, русская молодежь, уехавшая из Австрии, была полностью воцерковлена. Председатель Русского культурно-просветительного общества в Советском Торонто Мария Николаевна Благовещенская, вышедшая из церковного лагеря Паш, является примером того, как этот лагерь воспитывал наших русских соотечественников. Один журналист, Александр Гельштейн, сделал фильм о жизни и деятельности Мария Николаевна Благовещенской в Торонто и справедливо назвал свой фильм «Служение». Служение русской церкви и служение России. Спрашивается, кто же были воспитатели, учителя в этих церковных гимназиях и школах Германии в Австрии, которые жертвенно воспитывали и просвещали юных русских беженцев, оставшихся в этих лагерях. Это был цвет русского православного духовенства и так называемой белой эмиграции, выехавшей после революции и живо сохранившей все русские традиции, церковность и русскую культуру. Перед тем, как уйти из этого мира, дореволюционное русское духовенство и интеллигенция воспитали в Европе целое поколение выходцев из Советской России быть православными людьми и патриотами своей Родины. Основатели нашей единственной семинарии зарубежной русской церкви, Свято-Троицкой монастырии в Америке, были те же профессора и патриотические деятели, которые переехали из Германии и Австрии после войны и продолжали свою церковную и патриотическую деятельность в Америке. Русская церковь стала второй родиной для многих людей, живших за границей, а Свято-Троицкий монастырь в Джордан-Диле был и есть уголком Святой Руси, по выражению его паломников. Русские храмы сейчас есть во всех больших городах Канады и основаны в большинстве своем сразу после Второй мировой войны. Вызывает удивление, как в тяжелое послевоенное время молодые люди Советской России без особых средств во всей Канаде воздвигали своими собственными руками большие красивые храмы в русском стиле с куполами. При этих храмах всегда были организованы русские школы, общественные организации, устраивались рождественские елки, музыкальные вечера и балы. Церковь имеет замечательное свойство объединять людей, духовно окорвлять души человеческие, воспитывать людей, потерявших или забывших культурные, церковные и патриотические традиции. Во всех храмах зарубежной церкви, со дня ее основания, всегда на первом месте в восклеск на богослужение произносились прошения о стражившей стране нашей расисти в советское время, а после нашего объединения с московским патриархатом о богохранимой стране нашей расисти. Русская церковь всегда дышала любовью к Богу, к ближнему своему и любовью к России. Для зарубежной церкви русский человек – это православный человек, любящий Россию. Первый рак зарубежной церкви, покойный митрополит Лавр, при котором произошло долгожданное объединение заграничной церкви московского патриархата, часто повторял, что одна из главных причин объединения церквей – чтобы послужить России и ее православному народу. Это высказывание желания нашего митрополита послужить России является живым плодом веры в Бога и принадежности русской церкви. Я заканчиваю. Талантливый кинорежиссер Никита Михалков выступил в прекрасной серии документальных фильмов под названием «Русские без России». И в этих фильмах он объективно, может быть, впервые для зрителя в России, показал духовный шуст сущность великих русских деятелей, таких как Шмелев, Деникин, Врангель, Колчак и других живших в начале 20 века. Это было поучительно, интересно для нас за границей, особенно для России. Но кто же расскажет для России и для нас за пределами ее судьбу миллионов русских людей, оказавшихся во время Великой Отечественной войны в Европе? Кто же будет документально описывать все то, что русские пережили во время войны и после ее окончания в Европе? Кто же будет описывать для будущих поколений России и деятельность русской церкви в это сложнейшее время в истории русского народа? Кто же для России и для всего мира документально расскажет правду о судьбах миллионов русских людей, рассеянных по всему миру? Это еще не открытая страница русской истории. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok